Иваньковская научно-исследовательская станция существует с 1975 года. Сначала находилась она в деревне Плоске, а последние 10 лет это структурное подразделение Института водных проблем Российской Академии Наук. Находится в Конаково по адресу улица Белавинская, 61А. Всего трудится здесь 29 человек, среди которых сотрудники гидрохимической лаборатории, научные сотрудники и те люди, которые отвечают за обслуживание самой станции. Сотрудники станции занимаются как научной деятельностью, то есть изучают влияние различных источников загрязнения на качество водной среды. Объектами исследования нашей станции являются водные объекты в основном Верхней Волги. Это Верхневолжское, Иваньковское, Углическое, Рыбинское водохранилище. Это малые притоки как Верхней Волги, так и малые притоки Иваньковского водохранилища. Орша, Сось, Добица, Донховка, Сучок. Также сотрудники изучают качество воды подземных вод, то есть грунтовых, напорных вод, вод болот, родников. Помимо научной деятельности сотрудники станции работают с водопользователями. Они могут определить состав воды в колодцах или скважинах, что особенно важно для жителей частного сектора. Это единственная лаборатория в городе, где могут определить, есть ли загрязняющие вещества в донных отложениях и в почве. Для этого здесь есть все необходимое оборудование и квалифицированные сотрудники. Для определения тяжелых металлов в воде, а также в почве, в донных отложениях, наша организация приобрела атомно-абсобжационный спектрофотометр. Мы определяем пока 8 показателей, но в будущем собираемся приобрести еще несколько ламп с полным катодом и будем расширять, конечно, эту область. Это единственный у нас в городе прибор. Проверить можно даже воду из-под крана, например, чтобы определить уровень железа. Именно из-за этого компонента в питьевой воде чаще всего переживают горожане. Но основным объектом исследований на станции остается Иваньковское водохранилище, созданное еще в 1937 году. Важен этот водный объект потому, что снабжает питьевой водой нашу столицу. Институт водных проблем и все его подразделения играют важную роль в развитии водохозяйственного комплекса и всей России. Важность своей работы понимает на Иваньковской низ каждый сотрудник. С удовольствием приходят сюда и молодые кадры. О своей работе нам рассказала Екатерина Чекмарева, младший научный сотрудник. Меня очень впечатлили поездки, экспедиции, которые мы проводили на базе станции. У нас был выезд на Иваньковское водохранилище, на катере. Это было два дня таких бурных впечатлений, активной работы. Потом мы с Ириной Леонидовной занимались изучением пляжей в городе Конаково, пляж, который на реке Донховки. И каждый день с утра до вечера ходили, отбирали пробы. Ну, опять же, столько ярких впечатлений, что я пришла в 2007-м на эту станцию. Еще один молодой научный сотрудник – Алексей Комиссаров. Единственный специалист по определению фитопланктона в воде. Свой рабочий день он проводит за микроскопом, рассматривая речных обитателей, которых мы с вами никогда не заметили невооруженным взглядом. Работа этих людей насыщена. Занимаются здесь и научно-просветительской деятельностью. К нам в Конаково на практику приезжают студенты из Дубны, Твери и Москвы. А по обмену последние годы станция тесно сотрудничает с Польшей. Результаты своей деятельности сотрудники публикуют в монографиях и научных журналах. А в свободном доступе можно познакомиться с их трудами в электронной энциклопедии «Вода России». А напоследок с нами поделились главной проблемой – загрязнение водоемов. И виною всему, конечно же, оказался человек. Сейчас современный бич всех водохранилищ центральной России – это застройка водоохранных зон, потому что многие владельцы частных сооружений на берегу водохранилища не соблюдают природоохранное законодательство и сбрасывают сточные воды, прямо неочищенные свои бытовые стоки, в воду Иваньковского водохранилища. Поэтому задача, конечно, всех служб, которые занимаются Иваньковского водохранилища и научного сообщества – это объединить усилия по оптимизации экологического состояния Иваньковского водохранилища.